Концертный зал Сибирь полон, все во внимании. Губернатору есть о чем рассказать, ведь сделано немало из-за прошедшие пять лет, из-за последний год. Экономика края по всем ключевым показателям демонстрирует рост, причем в два раза. Финансовые возможности края выросли. Эксперты уже неоднократно отмечали, Томенко умеет привлекать в регион федеральные деньги, и это важно. Бюджет за прошедшие пять лет Алтайского края вырос практически в два раза. А это говорит о том, что отношение федерального центра к Алтайскому краю очень позитивное. Это значит, выстроена команда губернатором, выстроена работа депутатским корпусом и всем активам Алтайского края, что в конце концов работает не только на имидж, а на конкретные результаты. Некой квитэценции при этом, мне кажется, все-таки этого развития, да, это всегда уровень заработной платы. Если мы посмотрим, то и в рентике регионов Алтайский край достаточно серьезно поднялся, сейчас переместился, в общем-то, в более такую стабильную группу регионов по заработной плате. При этом она у нас за вот этот период выросла до 40 тысяч рублей. Зарплата растет и в промышленности региона, которая сейчас тоже активно развивается. В этом году планируется, со слов губернатора, завершить строительство нескольких заводов, отделочной фабрики, меланжевого комбината, рубцовской обогатительной фабрики, заводы по производству активированного угля в Шипуновском районе. Эксперты говорят и об успехах в импортозамещении. Губернатор приводил пример о том, что, например, завод профессионных изделий наш Алтайский, он при уходе немецких, ну, фирмы Бош, которая поставляла топливная система для наших дизелей, полностью ушли. У нас с рынка и сегодня практически в 4 раза за последние 3 года АЗПИ вырастил объемы и стал единственным поставщиком топливных систем у нас от Российской Федерации. Среди достижений последних лет дороги края почти все без исключения, в том числе туристы из Центра России отмечают настоящую дорожную революцию. 75 миллиардов на дороге за 5 лет цифра внушительная. Взятый и набранный уже темп в прошлом году мы их выдержали, обновили 800 километров. К примеру, важные участки дорог Троицкая, Целинная и Упсовская, Угорская, Михайловская. В Стальменском и Зелесенском районах отремонтировали участок красы Алтай-Узбас. Шаг за шагом приводим в порядок улучшно-дорожную сеть Упсовский. Губернатор в этой сфере, как и в остальных, думает о будущем. Не просто думает, решает вопросы. Уже после доклада отмечали эксперты. Вот эти шаги, которые уже в период его губернаторства были по передаче такой значимой для края дороги на Кулунду на федеральный уровень. То, что он обратился к президенту с дополнительными мерами поддержки по именно реконструкции этой трассы, этого направления, и особенно перевода участка от Родины до Кулунды из щебеночного покрытия в асфальто-бетон. Это, конечно, даст толчок развития региона, ведь это дополнительное транзитное направление на Казахстан. Благодаря инициативе губернатора, край присоединился и к масштабному проекту сухопутного зернового коридора из Сибири в Китай. Эксперты сегодня убеждены, зерно – это новая нефть, а производство продовольствия становится стратегической отраслью для экономики России. Разворот на восток, выход на азиатский рынок избыта – это, безусловно, федеральный тренд, и наш регион убежден, здесь в стороне не останется. Виктор Томенко много говорил о медицине, ведь тема важная и проблемная. Ковид в 2021-м сбил все планы, и только сейчас сфера начала возвращаться к норме. Томенко не скрывает, требуются 2000 врачей и 3000 медперсонала. И отмечает, масштабный отток специалистов удалось прекратить, а решение кадрового вопроса – приоритет на ближайшие пять лет. Обещает мотивировать и создавать хорошие условия. Процесс запущен. В ближайшие три года только на привлечение и закрепление в медучреждениях кадров будет направлено полтора миллиарда рублей. Не обошел стороной губернатор и тему туризма. В 2022-м больше двух миллионов человек посетили туристические места края. Я уже в принципе не удивляюсь, когда где-то слышу, то есть Алтайский край, второй Сочи, и мне эта аналогия на самом деле понятна. Мы учимся в хорошем смысле слово круглогодично зарабатывать на туризме и индустрии гостеприимства. У нас инвестиционный бум, наверное, тоже это все знают, именно инвестиции в туристическую инфраструктуру. Всем известны Бирюзовая Катуни, Сибирская Монета и Белокурья Хагорная. Ну вот я сколько встречаюсь и как с туристами, и с коллегами, и с инвесторами отчасти, все говорят, что, конечно, такие шоколадные условия у вас здесь, что хочется всем приехать и жить уже и работать. Губернатор уверен, что в перспективе край станет главным центром оздоровительного туризма в России. Для этого есть не только силы, но и средства. В нашего края прекрасное будущее во всех сферах, резюмировал Виктор Томенко. В предстоящей зоне выборов понятно, что уже Виктор Петрович ключевой кандидат. И здесь, исходя из того, что я услышал на отчете, ключевой плюс, конечно же, для нас это прагматизм и установка на системную работу. За всеми теми цифрами, которые были озвучены, представлены конкретные проекты и показатели, с которыми можно будет ехать к населению, можно будет говорить о не только динамике существующего состояния, но и о дальнейших перспективах развития уже конкретных локальных территорий всего региона. В тот же день на заседание КЗС было решено провести 6 июня внеочередную сессию, чтобы назначить дату выборов губернатора. О своем участии Виктор Томенко пока не сообщал. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком.